МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале Видное ТВ в студии Татьяна Брылова. Здравствуйте. Вначале коротко о темах выпуска. Администрация Ленинского района подписала соглашение о сотрудничестве с Банком Возрождения. Мы всегда открыты, всегда можно прийти, пообщаться. Встреча представителей садовых товариществ с региональным оператором по вывозу мусора. Как мы считаем, сколько будет стоить вывоз для СНТ? На Заводской улице в сквере Юность открылась фотовыставка под названием «Такая разная зима». 75 школьник. Ну, здесь-то я на лыжах катался. Сегодня состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между администрацией муниципалитета и Банком Возрождения, которое является одной из самых активных финансовых организаций на территории Подмосковья. В настоящий момент банк носит статус партнера областного строительства. Со стороны администрации муниципалитета договора о сотрудничестве подписал глава Ленинского района Валерий Венцель. Банк Возрождения представляла заместитель председателя правления Наталья Шабунина. Районные власти сотрудничают с финансовой организацией уже несколько лет. Мы всегда открыты, всегда можно прийти, пообщаться. Вот непосредственно, как курирующий заместитель по данному направлению, Альберт Александрович, пожалуйста, с ним можно всегда в текущем режиме отрабатывать те или иные вопросы. Если уж совсем что-то там горящее, срочное, либо требующее каких-то обсуждений, пожалуйста, мои двери всегда открыты, я всегда иду на встречу. Подобные соглашения о сотрудничестве подписаны с администрациями нескольких городов и районов в Московской области. По условиям соглашений, возрождение действует в решении приоритетных задач социально-экономического развития городов и районов, создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства. В этом году ключевое событие в жизни нашего банка произошло. Банк вошел в международную финансовую группу ВТБ с государственным участием. То есть, можно сказать, что став государственным банком, по факту, мы остаемся самостоятельным финансовым учреждением. Подписание договора продемонстрировало, что один из крупнейших банков, работающих на территории Подмосковья, видит в администрации Ленинского муниципалитета надежного партнера. А Ленинский район считает банк перспективной площадкой для кредитования различных инфраструктурных проектов. В связи с введением новых правил вывоза мусора в администрации Ленинского района состоялась встреча с представителями садовых товариществ, которым рассказали, по какой схеме теперь им предстоит сотрудничать с единым региональным оператором. Выбран он был по результатам открытого конкурса. Теперь все твердые отходы с территории муниципалитета будет вывозить Каширский региональный оператор. Нам необходимо всем юридическим лицам, я сейчас про СНТ и непосредственно, необходимо заключить договор на вывоз мусора. Что для этого нужно сделать? Необходимо либо зайти на сайт Каширский региональный оператор, взять контакты можно у Каширского регионального оператора, заполнить заявку на заключение договора на вывоз мусора. Тариф у нас на сегодняшний момент уже утвержден касаемо СНТ. С 1 января каждое садовое некоммерческое товарищество должно будет заключить с региональным оператором договор, в котором будет прописан единый тариф компании и нормы накопления для каждого участка. Согласно распоряжению Минэкологии, утверждены единые нормы накопления. Для СНТ это 0,76 кубометров на одного члена. Это годовой норматив. Также у нас есть единый тариф регионального оператора, который составляет 875 рублей 93 копейки. Это вывоз столько стоит. Как мы считаем, сколько будет стоить вывоз для СНТ? Умножаем норматив на количество участков, на единый тариф. Получаем тем самым годовой норматив и делим его на 12. Региональный оператор будет вывозить мусор по двухконтейнерной системе, которая водится также с 1 января на территории всего Подмосковья. Синие и серые баки для сухих и смешанных отходов уже закуплены в полном объеме. Исполнить детскую мечту смогли участники акции с одноименным названием, которая в преддверии Нового года прошла в торговом центре Ларец по инициативе администрации Ленинского района. Прочитать письма, висевшие на праздничной елочке, сделать немного счастливее ребенка, выполнив его просьбу, и почувствовать себя добрым волшебником мог любой неравнодушный человек. На праздничном мероприятии побывала и наша съемочная группа. Анастасия Воронина расскажет подробнее. В третий раз администрация Ленинского района организовала благотворительную акцию «Исполни детскую мечту». Более ста особенных ребят написали Дедушке Морозу письма в надежде получить долгожданный подарок. Валерий Венцель стал одним из первых, кто снял с елочки письмо с пожеланием и исполнил заветную мечту Любы Потапчук. К Новому году обязательным порядком нашими волонтерами принесем вместе с участием с Дедом Морозом каждому ребенку, кто обратился за своей мечтой. Мы обязательно донесем этот подарок. Будет хорошее, доброе настроение. Понимаете, эти акции, они в первую очередь делают нас чуточку добрее. В этот день в торговом центре «Ларец» царила новогодняя атмосфера. Все пришедшие принимали участие в интересных конкурсах, различных мастер-классах, где своими руками изготавливали елочную игрушку или красивую поделку, а также смотрели веселый концерт-марафон, в котором принимали участие многие артисты Ленинского района. Рассказь, 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 спорь и брата, и любви, и танцевство, мир и доброта. У каждого ребенка должен быть свой волшебник, уверены участники акции. Для Татьяны Лукашовой исполнить чью-то мечту под Новый год стало уже традицией. Делая доброе дело, она призывает поступать так же и других. Почему не сделать приятное? Тем более, это вот дети, которые, может быть, и не могут здесь присутствовать лично. Я считаю, что это просто наш гражданский долг. Обязательно помогать детям и таким семьям. Но не всегда они достаточно обеспечены, чтобы выполнить вот эту детскую мечту. На призыв поучаствовать в доброй акции откликнулись многие пришедшие. С каждым часом все больше людей покупали для детей желанные подарки и опускали их в волшебный ларец. Много детей, которые нуждаются, нужно помогать, детскую мечту исполнять. Я думаю, что это хорошая акция и нужно продолжать ее поддерживать. Я поддерживаю такую акцию и призываю горожан города Витне почаще побывать на таких мероприятиях и участвовать. К концу дня на праздничной елочке не осталось ни одного конверта с письмами. Благодаря такой благотворительной акции в этом году в Ленинском районе стало на 100 детей счастливее. Анастасия Воронина, Владимир Бежонов, Елена Кошелева, Видное ТВ. На Заводской улице в сквере «Юность» открылась фотовыставка под названием «Такая разная зима». Третий год подряд сотрудники историко-культурного центра накануне Нового года размещают в сквере экспозицию, посвященную зимним развлечениям, спорту и быту видновчан в разные годы. Увидеть, как выглядел город зимой несколько десятков лет назад, можно до конца января. Прогулялась по выставке и наша съемочная группа. Увлекательный экскурс в прошлое можно совершить, заглянув в сквер «Юность», что на улице Заводской. Здесь на четырех стендах разместились 48 фотографий, запечатлевших зимние развлечения, спорт и быт видновчан, начиная с 50-х годов прошлого века и заканчивая 2000-ми. Ставшая уже традиционной выставка проходит в этом году уже в третий раз. Экспозицию собирали буквально всем районам. Часть фотографий из фонда самого центра, остальные из групп в социальных сетях «Город видны» в фотографиях наших жителей и архива Московского коксогазового завода. Дворник идет убирать, как у нас тогда убирали снег, именно с лопатой, именно фартуки, именно вот такая бабушка боевая. Вот здесь она у нас в центре представлена. И вот фотографии того времени, вот заснеженные улицы, пустынные, ни одной машины, но вдалеке какой-то там мотоцикл, да, с коляской. Вот такие были улицы. Один из стендов посвящен излюбленным зимним детским забавам в 60-х, 70-х годах. Тогда детвора дни напролет играла в зорницу, каталась на лыжах и участвовала в эстафетах. Много фотографий из архива московского коксогазового завода. Краевед Владимир Меньшов когда-то сам работал на заводе и принимал активное участие в организации многих спортивных и досуговых мероприятий. На заводе была большая спортивная работа, и поэтому много было видов спорта, много. Футбол тренировались даже и зимой, проводили турнир кожаный мяч в зимнее время. Причем соревновались между цехов, как правило, цех на цех. Было перенство коксогазового завода по футболу, по хоккею, по лыжам. Задача организаторов выставки показать, как менялся облик района, его жителей, их быт и досуг. Ведь, как говорил Максим Горький, не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего. Должна быть связь поколений. И сегодняшние мальчишки и девчонки должны видеть, чем занимались их родители и деды. В сквере юность ежегодно проходит около 10 подобных выставок. И каждая экспозиция неизменно вызывает интерес местных жителей. Мы всегда смотрим эту выставку с удовольствием. Потому что мы, коренные жители города, видно и нам, и сами работали на заводе, нам очень интересно. Спасибо тем, кто это делает. Я сам занимался всю жизнь фотографией. И как бы к фотографии всегда ходил на выставки. Мне всегда было интересно. И с интересом смотрел вот эти вот фотографии. Школьные 75. 75 школьные. Ну, здесь-то я на лыжах катался. Вдоль заборов. Здесь как раз мы шли туда, в Аварах. На полыжне. Хорошее место. Организаторы выставки приглашают участвовать в формировании экспозиции всех жителей Ленинского района. И не беда, если фотографии немного истрепались со временем. Их отсканируют и приведут в порядок с помощью специальных графических программ. Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Елена Кошелева. Видно этого. Сезон новогодних елок открыли в детской школе искусств поселка Развилка. Дети поучаствовали в игровой программе «Здравствуй, сказка» с героями мультфильмов, посмотрели современную сказку и получили подарки. О том, какие еще чудеса были на елке, главы сельского поселения Развилковской узнала наша съемочная группа. Сегодня мы для вас постарались организовать праздник. И у нас здесь сегодня будет настоящая сказка. Новогодняя елка главы сельского поселения Развилковская удалась на славу. Детский спектакль предваряла игровая программа, в которой ребята исполнили песни и провели утреннюю зарядку. И вот состоялось первое чудо. Дети вместе с персонажами из мультфильмов с большим желанием поучаствовали в разминке. В обычные дни дети делают это с неохотой. Но когда к ним в гости приходит сказка, даже зарядка становится им в радость. По мнению главы поселка Развилка Марины Комардиной, новогодний утренник – еще один повод для детей и их родителей поверить в чудеса. Несмотря на возраст, наверное, и мы взрослые, и, конечно, дети ждут чудес. И, наверное, возможность взрослых эти чудеса сделать реальными зависит от нас. Спектакль рассказал детям о дружбе, взаимопомощи, добре и зле. Герои попали в современные реалии, в которых они пытались научить уму-разуму своего нового космического товарища. Они узнали, что все сегодняшние открытия пришли из сказок и с помощью волшебства Бабы-Яги постарались выручить товарища. Восьмилетнему Андрею понравился новогодний утренник и запомнился один из главных героев. Взрослые остались довольны счастливыми лицами своих детей, а также увидели в сказке важный посыл, о котором не стоит забывать ни детям, ни их родителям. Мне понравилось, чтобы каждый год так было. Праздничное мероприятие закончилось, но впереди еще много новогодних чудес, подарков и ярких впечатлений. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Видное ТВ. И коротко о погоде. Во вторник морозы начнут крепчать. Ночью до минус 10 градусов, днем примерно столько же. Ветер северный 1-3 метра в секунду. И это все, о чем мы хотели вам рассказать. Смотрите новости на телеканале Видное ТВ и будьте в курсе всех событий Ленинского района. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин